всем огромнейший привет с вами наталия рада приветствовать вас на своем канале начинаю свое новое видео хожу потихонечку в режим вот и у меня уже есть что вам показать момента моего последнего видео и мне кажется вы поймете что у меня прибавилось очень много я закончила всю траву бревно по-моему когда я вам показывала у меня еще не все ноги у него были не целиком готовы в общем я как видите постаралась на славу и я уже делаю бэкстич я просто хотела воспеть еще раз коду этому стежку потому что это просто сказка и вот я прошу вас запомнить вот этого мальчика тут у него правда еще два крестика не хватает но это же прямо я не знаю фантомас согласитесь и здесь еще конечно у меня не все черты лица прорисованы я просто пока иду одним цветом закончу его здесь вот с кепкой или шапка что это у него да и я поменяю цвет здесь сделаю ему черты лица но уже есть глаз есть вот часть уха здесь будет другой цвет вы посмотрите насколько объемно смотрится его головной убор ну согласитесь я думаю если кому не сложно или кому не лень до посмотрят предыдущий мой кусочек этом совсем небольшое у меня видео и посмотрите как там все плоско их насколько здесь все объемно это просто потрясающе все складочки игра свет вот потихонечку продолжаю здесь у меня вот еще нужно в птице немножко доделать и можно завершать бэкстич что у меня здесь по нашему дедуле у меня осталось только сделать ему лицо по моему скепку я даже уже вот здесь у меня еще вот кусочек не до вышит сделать лицо и прорисовать черты лица и прорисовать ему пальчики это все будет делаться одним цветом здесь будут вот еще бэкстич колоски и тут еще будут вышиты колоски так вам не схеме покажу принципе кому она надо данная потом обязательно покажу когда вышли ну просто я так кстати намечаю фронт работы время конечно идет я уже заказала рамку все-таки края у меня обозначены границы и вверх и низ и бака бака поэтому я выбрала спасибо моим подружки что помогла мне выбрать я уже заказала рама едет поэтому сразу как я только закончу я могу оформлять и сразу будем дарить я надеюсь у меня получится с хотя бы сфотографировать я хочу красивенько как-то вот ну пойду дальше пока заниматься все на этом запомните да как выглядит я наверно когда уже здесь это все закончу я вам покажу а еще хотела поделиться с вами смотрите создаю себе уже здесь такое осеннее настроение конечно игольничка моя на осень никак не смахивает да она мне очень нравится она мне дорога как подарок и я уже смотрите помните у меня прозрачная банка стояла с обрезками но она естественно никуда не делась я просто ее переставила а взяла у себя с кухни такую вот емкость и теперь эта емкость у меня пока вот осень поставить будет в качестве мусорнички мне кажется очень так тематично и красивенько смотрится она сюда очень хорошо вписалась свой подвинула и достала уже свою маленькую аромалампу скоро буду включать вечечки зажигать вот а наверху я вам сейчас покажу еще конечно до хэллоуина далеко но я уже поставила тыковку и поставила свой светильничек такой вот у меня небольшой тут еще конечно сто раз все поменяется я просто доставала декор прятала весенний летний и подоставала уже осенний но мне кажется смотрится очень здорово я такая счастливая счастливая я закончена наконец-то свою охоту и пока она стирается я решила вернуться и отдавать долги так как по адвент календарю я задолжала уже пять сюжетов и один из них этого 24 я начала вот такую вот красивенькую свечечку нужно ее закончить дальше до вышивать рамку закончить сфотографировать весь ряд ну в общем все как обычно просто этот процесс опять входит в моей вышивальную жизнь если честно прямо знаете соскучилась я за ним и как-то вот прям хорошо у меня пошло я надеюсь так будет и дальше осталось совсем чуть-чуть так что им будьте в курсе новенькая тоже будет но и вернулся старенький дизайн вот какая я умничка уже вышила 24 сюжет и принялась за 25 как раз этот рядок закончу мне придется распялить да я поменяла снапы пальцы на снапы поменяла потому как я не знаю наверно были заняты раз я сначала их не взяла но в снапах гораздо удобнее углы вышивать вот так что я вот сегодня завтра я надеюсь до вышиваю елочку распяли это все сфотографирую отчитаюсь и продолжу там у меня еще работа непочатый край еще новенького я ничего не выбрала я в раздумьях кто это у нас тут такой лежит ну вообще ноги вытирать об мою подушку до лапы ладно извините ну куда ты попой на мою подушку вышитую мурчик ой таки же вы сладкие дети да сладкие сладко да ты сладкая лапки перебрала я свои запасы и достала три самых на мой взгляд осенних дизайна именно из наборов то есть не то что у меня там есть схемы скачаны и честно не знаю пока что я буду из этого начинать если по честноку то хотелось бы психануть и начать все умом я понимаю что быстрее всего и вероятнее всего закончить вот этот наборчик от мелхилл очень уже миленький машинка классно люблю эти машинки вот но в то же время мне очень нравится вот этот набор и здесь абсолютно не полная зашивка ничего сложного нет и мне кажется он тоже очень быстренько должен пойти и закончится он очень сочный опять-таки превью не передает всех тех красок и я видела вышиты его с изменениями но об этом чуть позже когда я буду его вышивать и вот это моя хочу шка из хочу шик спасибо и кулечке что она мне его подарила на день рождения слов не подобрать насколько это красивый дизайн это вообще оригинальный конечно же дим но очень старый спасибо классик дизайну что он его выпустил здесь название осенний вечер в оригинале я честно не помню но уже когда плотную возьмусь за него то конечно же мы с вами об этом поговорим и оригинальный номер набора посмотрю и сзади тут тоже всякие интересные дизайны здесь конечно ничего не увидишь основу менять я здесь не буду потому что полная зашивка единственное всегда боялась круглых сюжетов но принципе на конве должно все быть идеально потому что однажды я вышивала может тоже кто помнит тоже димовский дизайн из очень старых там круг и инь-янь как бы там дельфины под водой а сверху еще что-то в общем здесь так оранжевое и голубое но у меня повело я вышивала правда это было давно только-только равномерка у нас появлялась может быть конечно она была неравномерная но повело у меня хотя крестики на вид были абсолютно ровные не знаю может я неправильно положила но расположила сюжет в общем пишите что думаете конечно же я об этом влоге уже что-нибудь начну но мне интересно почитать ваши комментарии может быть вы уже что-то из этого вышивали или хотели бы чтобы я начал вышивать рассказывайте показывайте мне будет очень интересно распечатала я уже этот наборчик я думаю он станет моим первым стартом уже очень мне нравятся эти яркие краски осени физалис что-то у меня физалис растет и цвел ну почему-то коробочек так и не появилось если кто знает почему можете мне рассказать хотя у свекрови это нам не давала тросточек у нее завязь есть странно в общем не суть я не о том вот распечатал раскрыла я этот набор здесь вот такая вот огромнейшая красивая схема вот и очень приятная бумага она хоть и гладкая но достаточно матовая видите вроде бы отблескивает но не такая матовая как в последних наборах необходимо что даже маркер не ну нельзя маркером по зачеркивать потому что она все смазывается вот хорошая такая схема так и здесь вот на схеме сверху были ключи сбоку и сверху вот я их по разрезу по отрезала чтобы они мне не мешали так есть здесь у нас кстати вот полный крест смешанный ну то есть бленд есть полукрест вот даже смотрите где в одну нить и здесь вот есть полукрест смотрите в 3 нити я так понимаю да тут в 3 тут в 3 бэнд бэнд полукрестом в 3 нити его как так вот основа сейчас я буду искать чем можно положить такой беленький листик чтобы он передавался цвет но все равно цвет конечно не передает но знаете такая она рыхла я вообще доставал этот набор с учетом что я не буду здесь ничего менять но 14 аида и она такая рыхлая рыхлая хотя вроде бы на качество неплохое у нее не знаю что за фирма смотрите вот здесь такая малиновая полосочка тут только на обложке указано про мулине гамма сейчас я достану что здесь мулине гамма а что за основа просто написано и до 14 каунта но фирма то есть не указано нитки конечно бомбические вы посмотрите на эти оттенки но при электрическом свете как-то они тоже мне кажется не такие яркие как вот при солнечном вот такие всякие красивые оттенки я решила заменить на вот такую вот у кромерку тоже вам не передается цвет что же положить чтобы положить такой вот вот более менее вот когда пытается фокусироваться то более-менее он более зеленый такой знаете сухая зелень теплая здесь какой-то у нас холодноватый конечно не очень они да похоже по оттенку сосновой родной вот как-то так но не знаю мне кажется будет ярко и сочно смотреться но я еще подумаю я в раздумьях но склоняюсь к тому чтобы вышивать на это я по прикладывала ниточки сюда это равномерка укромерка оливкового цвета мне кажется что выглядят они неплохо здесь есть цвета вот подобные но я посмотрела они идут в середине то есть ну нигде в основном по краям такого вот именно цвета кроме полукреста ну я думаю его будет прекрасно видно там но как она будет конечно в итоге не сольется ли зеленая тыква вот у меня вопрос но по оттенкам смотрите оттенки очень хорошо отличаются от основы но мне нужно так чтобы вышить еще этого куска конечно мне кажется не хватит хотя он у меня большой мне нужно чтобы влезла двера вот мне должно хватить смотрите вот на вот таком куске будет выше то одна работа и у меня и считайте половинка пополам сложена я хочу чтобы вторая в пару было выше то там просто тыквы такие разные не такие яркие хочу чтобы было выше там на такой же основе чтобы парные они две были хотя докупить ее я думаю проблемы не составит ну в общем пока у меня вот такие вот новости буду держать вас в курсе если я такие решусь на эту основу то потом покажу вам уже свои первые крестики я прямо в ударе так соскучилась за адвентом что смотрите по свечечку я вам уже показывала елочку не показывала ну покажу хотя бы вот так то есть у меня уже 24 25 сюжет готов и готов тогда 26 отлично для того чтобы закрыть свой долг мне нужно вышить еще 27 28 ну я думаю я с этим справлюсь принципе практически каждый на каждый сюжет у меня ушло по вечеру вот когда ничего знаете не давит не надо спешить и выбрать какой-то другой процесс да что я себе прямо в удовольствие вышиваю никаких сроков мне дали немножечко отсрочку поэтому я спокойненько наверстывая упущенная сюда вышиваю рамку здесь сделаю еще один квадратик ну рамочку и вышью 27 там очень хорошенький сюжет чашечка с какао наверное с такими сливками там красивая такая чашечка вот так что я в ударе надеюсь мой запал не не остынет вот так вот я теперь всегда и вышиваю там ушек ой вот на вышивка и вот мой кот сладенький мальчик такой уж не могу прямо обожаю его ну вот и готова моя работа которую я вышивала в подарок для своего свекра уже завтра она будет подарена имениннику а я так нашла какой как нашла место более светлая чтобы вам показать всю красоту этой работы я очень довольна тем что у меня получилось так вот немножечко вам покажу наверное против окна конечно не особо видно но я очень довольна результатом ну очень классно вблизи конечно знаете смотреть ну как и любую наверное картину нежелательно но у вас далека смотрится мне кажется как нельзя лучше и рамка сюда подошла очень хорошо чем вот такая вот у меня красотища постараюсь сделать хорошую фотосессию но это уже как получится хотя бы так запечатлеть не ну вам совесть позволяет так делать я анти лежат на моем коробе который я вышивала шила мне его моя мама он тут в нише у нас в стенке стоит здесь сейчас темно потому что солнце уже ушло на другую сторону я их долго искала котов смысле оказывается они здесь вот у нас тут шкафчик вверху и вот тут ниша сидят не жмет нет типа я мы здесь ни при чем вот так вот тут у нас лежат семена я специально этот короб вышивала эту вышивку чтобы мама мне шила такую коробу лину и там у нас хранятся все все наши семена вот так вот теперь у нас тут еще хранятся и коты ну что ж пришло время заканчивать мой рукодельный влог и я думаю вы уже догадались да что я начала это такие начала этот дизайн покажу еще раз превьюшечку вот такая вот будет у меня красота будут изменения но я походу уже потом немножечко позже простите об этом расскажу вот сейчас цвет основы выбранной мною для замены передается вам практически идеально но насколько это возможно да какая будет цветопередача вот и показываю вам свои первые крестики это все что мне пока удалось вышить сейчас покажу на схеме я конечно же началась середины это вот где-то вот это вот часть где-то здесь сейчас я вам покажу это не так важно но смотрите какая огромная схема они конечно не совсем удобно очень удобно что она читабельная черкать ее удобно вот вы можете заметить я уже тут начеркала но я не могу ее крепить к снапом потому что она огромная и и складывать не совсем удобно она уже здесь смотрите я несколько раз складывала видите она уже начинает махриться в общем я боюсь что она может не дожить я надеюсь что этот процесс много времени у меня не займет но все же не хотелось бы потом там разбираться и выколупывать значки вот так что будет у меня вот такая вот красота я думаю будет хорошо смотреться на этой основе чуть-чуть вам высветляет но она не настолько темная как мне в принципе казалось вот замечательный сюжет и это моя первая чудесная игла я еще такую не вышивала такие наборы мне очень нравится и комплектация я еще конечно не работала дают но это так вот мое такое мнение пока может быть в процессе работы у меня она поменяется но я очень надеюсь что нет и уже хочу купить 2 пару набор может быть зарплата следующий вышивать то вряд ли я его буду в этом году но мне хочется чтобы пара уже к нему лежала вот тем более у меня уже и кусочек основы для него тоже готов все на этом я буду заканчивать спасибо большое что вы были со мной пойду лечиться что-то никак у меня этот нос не проходит вы можете слышать да как я разговариваю хотя в принципе он не заложен и ну не знаю что происходит в сезоне холодно сейчас у нас мне вчера муж достал теплые носки зимние это надо было видеть шортах в зимних носках это вообще уникальный кадр вот так что пойду греться чаем и работать а я желаю вам здоровья пожалуйста не болейте берегите себя и своих близких побольше вам времени на наши любимые крестики и всем пока пока